Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Я встала уже 40 минут назад, лазила то в инстаграме, то в ютубе, что-то никак не могла взять себя в руки и начать краситься. Мама готовит обалденную вкусняшу, с которой я буду снимать мукбанг. А я хочу поставить эксперимент. Посмотрим, сколько времени у меня займет макияж с ресницами. То есть я не буду рисовать стрелки, не будет теней, а следовательно, колоссальная экономия просто времени. Поэтому хочу засечь, посмотрим. Обычно у меня макияж занимает в районе где-то получаса. Но вы знаете, я всегда не тороплюсь, когда делаю макияж. Я смотрю в ютубчике чей-то мукбанг или, возможно, какое-то интервью. То есть я не то, что быстро-быстро-быстро куда-то опаздываю, а я так валяжно, там, не знаю, раскладываю кисточки, выбираю, что, как, почем я буду делать. Поэтому сегодня тоже я такими же темпами буду делать. Просто только тон получается у меня, оформление бровей, немножко румяшек и, в общем-то говоря, все. Кстати, в комментариях девчонки спрашивали про мой объем, какой это 2D, 3D. В общем, здесь смесь, как я поняла, это 2 и 3D. И с учетом, что мои ресницы тоже очень-очень густые, поэтому получилась вот такая вот красота. Но, сказать честно, постоянно ходить с нарощенными ресницами я бы, наверное, не смогла. Мне кажется, человек как-то устает, иногда хочется все-таки покраситься тушью. Но время от времени можно, особенно летом. Надо было нарастить все-таки летом, когда ехала в деревню, когда была неохота краситься. Кстати, помните, в одном из прошлых влогов я взяла в использовании этот хайлайтер. Хотела его добить до конца. Но, если честно, он мне как-то не очень нравится. Поэтому, я думаю, может его заменить либо на этот от NYX, либо вот на этот от Revolution. Вот он бомба. Пушка. Очень нравится этот хайлайтер. Он запеченный, кстати. Я его очень давно хотела. И потом сразу купила пять. Макияж у меня уже готов. Я засекла. Думала, что вообще управлюсь за 10 минут. Оказалось, нет. 22 минуты. Оказывается, на глаза я тратила всего 8-9 минут. Но не так уж прям, знаете, вау. Еще бы сделать перманентный макияж бровей там, не знаю. Короче, все процедуры, чтобы утром встать, такая красотка. Но ничего. И так нормально. Я люблю процесс нанесения макияжа. Люблю краситься. Вот честно вам говорю. Я все детство мечтала вырасти, чтобы наконец-то мне можно было краситься. И вот я выросла. И сейчас я счастливая каждое утро наношу макияж. Заплела я, значит, косо. Правда, не очень аккуратно получилось. Но, слава богу, на видео это не очень заметно. Уже вкусняшка тоже готова. Так что я бегу снимать. Рецепт я вам обязательно оставлю в инфобоксе. Мам, тогда придется, наверное, сегодня снять, смонтировать рецепт. Вообще замкнутый круг какой-то. Мама готовит рецепт. Мне надо снять мукбанг. Потом смонтировать сначала рецепт. Потом выложить мукбанг. И вот такая вот груша. Вчера мама купила. Просто супер тает во рту. Ну что, бежим снимать обжираловку. Короче, сижу, я монтирую видео. И тут мама из коридора говорит, твоя любимая обувь развалилась. Я говорю, в смысле развалилась? То есть, я такая не понимаю, о чем идет речь. Потом мама говорит, ну ты, наверное, не заметила. Я говорю, как не заметила? Я в этой обуви вчера буквально ходила по делам с братом своим. И я вижу вот эту картину. Сейчас вам покажу. Помните мою любимую обувь Шейна? Вот это вот как было. А это как стало. Все бы ничего. Я бы подумала, что я сама это сделала, если бы не зубы одного члена нашей семьи. Он погрыз, погрыз и оторвал. Прикиньте, и что теперь делать, непонятно. Ну, что теперь делать? Где найти такую же? Ходи вот так. Ну, как так ходить-то? Скажи, что так можно. У меня была такая цепочка, но я ее подарила из Сели еще давно, по-моему. Ее больше нету. И не факт, потому что она подошла. Ну, блин, как так можно? Твикс! Твикс! Твикс, 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 иди сюда, придурок! Твикс спрятался. Он спрятался, он как чувствует, что что-то неладное. Это что такое вообще, идиот? Короче, ужас. Мне настолько нравилась эта обувь, так жалко. Моя прям любовь была. Надо прятать теперь от него. Ну, все, я оторвала. Мама говорит, ходи с одной. А вот что делать с этими? Отрежем. А может, сюда какую-то другую цепочку налепить? И типа так и было. Ну, блин, мне так нравились они. Я даже их не носила, их оставила, что на следующий год поношу жалко их. Иди сюда, дурачок! Веди его хвостик! Вы знаете, у меня появилась идея. У меня есть два кусочка, получается, одинаковых. Я думаю взять этот кусочек и вот так вот пришить сюда. Как думаешь, мам? Вот это сюда, а это вот сюда. Нормально же? А как вот этой штучкой? Это я оторву, а здесь будет точно-точно такая. Ну, это тоже так пришьем аккуратненько сюда. Ну, а что мне делать? Кто сделал это? Кто сделал это? Твикс! Он знает, что он намутил. Ну все, я просто разделила одну цепочку длинную на две. И вот такие вот у меня остались. Слава богу, у дурачка хватило мозгов мне отгрызть все. Теперь придется прятать обувь. С горем пополам я пришила это все дело. Посмотрите, вот так вот пришила. Было изначально вот так вот, а я сделала вот так. Но пришлось ничего. И теперь надо прятать от этого дурачка, который все грызет. Вот, непонятно, собака это или кот. Ну, в общем, такая вот прелесть. Но обувь я больше шеи не буду заказывать, если честно. Потому что, посмотрите, вот. То есть, качество оставляет желать лучшего. То есть, одежда мне нравится. Летняя одежда именно мне нравится. Наверное, зимнюю тоже не буду заказывать. Но кроссовки, обувь и все дела я буду покупать у нас в городе. Некачественная там обувь. Не советую вам, девочки. А еще лазила я, значит, у себя в приложении Shein. И вижу, что у меня там купон на 20% скидки. И всего-то надо купить на 130 долларов. И как вы думаете, что делать? Я поставила опросник в инстаграме. Маме, как ты думаешь, заказывать или нет? Я думаю, что хватит этого барахла. Мама меня не поддерживает. Видите в этом? Мама говорит... В шкафу уже не помещается. Лучше купить несколько вещей, но хороших. Сколько можно? Например, что купить? Ну, сходи в Adidas, Nike сходи. Купи хорошие кроссовки, хорошую форму спортивную. Ну, посмотри, да, там. Сколько можно их? Не нравятся тебе мои вещи? Но обувь, я согласна. Обувь действительно не очень у них. Ну, я часто молчу, честно говоря, да. Ты сама зарабатываешь, и поэтому не хочу вмешиваться, да. Но вот ты знаешь, вот где у меня. То есть тебе не нравится, да, вещь, которую я заказываю? Нет, нет. Ты же знаешь, я за минимализм, но за хорошие вещи, да. А я не минималист. Я люблю, когда много. Вообще много. Можно купить еще один шкаф, например. Я могу оплатить. Тогда будет место. Можем это от Икеи, Алекс, купить. Туда поместить. Да, Алекс можно. Да, потом все не нужно. Так что покупай. Нет, нет. В общем, мама меня не понимает. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваше мнение. Я уверена, что, скорее всего, в 99% случаев многие поддержат мамочку, потому что и в комментариях мне пишут, что сколько можно покупать однотипные вещи и так далее. Но мне кажется, это в какой-то степени даже болезнь. Да, 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 болезнь, болезнь. Когда это подтверждает. Это болезнь, да. Я хотела от нее услышать, что нет, это не болезнь, просто ты молодая, ты блогер и все дела. Вот. Но я понимаю, что я не могу. Вот мне хочется купить. Ты знаешь, у тебя вот, знаешь, некоторые вещи столько, так, вот прям куча. А есть вещи, которые у тебя вообще их нету, понимаешь? Например, чего у меня нету? У тебя нету хорошей спортивной формы, хороших дорогих кроссовок, купи хорошую спортивную сумку, вот в деревне едем там на поход куда-нибудь. Вот этого у тебя вообще нету. Зато у меня есть платье. У меня есть платье разных цветов. Нет, в какой-то степени я соглашусь с мамой. У меня, например, мама такой человек, она минималист, она покупает дорогие вещи, очень долго их носит. Я помню, когда мне было, наверное, лет 13, мама купила платье, которое стоило дороже, чем мой телефон в то время. А хотя телефон у меня был хорош. Ну, я ее до сих пор ношу с удовольствием, да. А вот у меня такое нету. Я еще лет 5 готова носить его. Это платье? Да. А я вот так не могу, честно. У меня вот я один сезон поношу уже, на следующий сезон я хочу что-то новенькое. Вот. Я не могу назвать это барахлом, вот как ты называешь. Ну, как человек... Не знаю, я свое мнение сказала. Я не поддерживаю тебя. Так что пойдем в адидас. Да, мама всегда говорит, давай пойдем в какие-то брендовые магазины, купим тебе нормальную одежду, ты уже нормально зарабатываешь, такая статная, ты должна одеваться соответственно. Ну ладно, она еще, да. Ты уже взрослая девушка. Где я взрослая? Да. Я еще у родителей дома с котом. В общем, мои хорошие, вот такая вот ситуация дома. Насчет обуви я, конечно, согласна с мамочкой, но насчет платья, мам, платье сейчас стоит по 5 долларов. Еще плюс будет скидка 20%, а еще, когда ты фотографируешь вещи, которые ты покупаешь, бонусы садятся, и эти же бонусы потом превращаются в доллар и получаются еще дешевле, а еще плюс бесплатная доставка до дома. Прикинь, стучат и говорят, Шевин, пожалуйста, ваш мусор. Вот точно, пожалуйста. Короче, вот такая ситуация у нас. А ты дурачок наказал. Посмотрите, как он испачкал все здесь. Обгрыз мои любимые шевиновские обуви. Все, и даже не смей приходить. Вот эту, например, футболку я так и ни разу не надела за все лето. Хотя бы сейчас надо ее надеть, чтобы я чувствовала себя как-то угрызи несовести, то есть чтобы не было. Таких вещей, кстати, много. Например, вот эта прелесть заказала и так и ни разу никуда не надела. Сейчас уже как-то прохладно, я уже постоянно в джинсах хожу, уже не до платьев, надо как-то убирать. Или вот эта красота, которую я купила в начале лета, так и ни разу не носила. А сейчас уже и не оденешь, уже и погода не позволит. И таких вещей много. Какой сочный цвет. И тоже, по-моему, ни разу не носила. Или один раз куда-то. Но тоже просто висит. Но, блин, глаз радует. Самое главное, что новые вещи очень греют мне душу, поднимают настроение. Почитала свой директ и была немножко в шоке. Все писали, что «Зачем тебе эти вещи? Это тебе не нужно, Айка!» Я, конечно, понимаю, что вы все заботитесь обо мне, но я решила, у меня через два месяца день рождения. Как раз посылка приедет где-то, наверное, через месяц. И будем считать, что это подарок мне самой себе на день рождения. Люди едут отдыхать в разные страны, ничего страшного не произойдет, если я куплю себе кучу хлама и буду счастлива. Куплю еще новый шкаф, чтобы все это поместить. Это обязательно, потому что ничего не помещается, шкаф не закрывается. Но это все да ладно. Я сегодня столкнулась с некой проблемой, о которой хочу вам рассказать. Не знаю, будет ли вам интересно или нет, но в любом случае это тоже опыт, который, возможно, вам пригодится. 14 числа я купила бабушке вот это вот лекарство, глазные капли, которые называются Офтан Катахром. Ими бабушка пользуется, наверное, на протяжении где-то пяти лет. И каждый месяц, иногда в месяц два раза я покупаю ей эти капли. И мы знаем, как они выглядят. Покупаем всегда в одной и той же аптеке. И всегда они герметично упакованные. То есть, когда мы используем перед применением, нужно просто сделать там дырочку. И в этот раз я купила 14 числа эти капли. Возвращаюсь домой, даю бабушке. У бабушки еще оставалось старый тюбик, которым она еще пользовалась. Закончила старый и буквально два дня назад начала использовать эти капли. И бабушка сразу, как открыла, заметила, что упаковка открыта, уже вскрыта. То есть, там уже есть дырочка. Сейчас позже вам покажу. Ей это показалось странно, и она подошла ко мне. Я говорю, ну да ладно, возможно, на заводе так, уже с открытой было. Ничего страшного в этом нету. Пользуюсь. Пользуется она два дня этими глазными каплями. Говорит мне, что никакого эффекта нету. Наоборот, как-то глаза чешутся. Я решила взять лекарство, поехать в аптеку и уточнить этот момент. Тем более, у меня оставался чек. Слава богу, я сохранила чек в какой-то веке. Иду в аптеку, и мне говорят, что прошло уже 5 дней. Если бы изначально была бы дырка, то вы бы могли сразу обратиться. Почему вы сразу не посмотрели? Прошло 5 дней. Как вы докажете, что не вы сделали эту дырку? Но я соглашусь с ними тоже. И вообще, меня послали, мягко говоря, да? Просто сказать, что не поменяем и так далее. Но я заметила в аптеке, что у них там есть номер горячей линии. Сначала хотела позвонить в здравоохранение, но сегодня у них, оказывается, выходной. Нашла номер здравоохранения, куда именно нужно обращаться по таким поводам. И просто вот в аптеке то, что есть горячая линия, решила туда позвонить, рассказала всю ситуацию, объяснила всю суть. Завтра, если, например, у бабушки будут проблемы с глазами, кто будет нести ответственность? Мы с вами по судам будем ходить, что ли, из-за этого одного препарата? Он стоит недорого, всего 7 монат, но все равно неприятный инцидент, согласитесь. И вот, наконец-то, мне позвонили и сказали, что я могу подойти в аптеку и забрать новый. К чему я это все вам рассказываю, ребят? Всегда храните чеки, всегда смотрите. Например, на упаковке написано внутри 30 капсул. Проверьте, есть ли там 30 капсул или нет. Однажды у меня был случай, мне врач прописал лекарство, где было два таких мешочка с порошком, так скажем, который нужно было расправлять с водой и пить. И я увидела, что там всего один, его выпила и все. Потом у меня начались осложнения, не буду говорить в какой сфере и так далее. И, в общем, когда я опять пришла на прием врача, я говорю, что ваши препараты мне не помогли. Она сказала, как? Это 100% должно было помочь вам. Вы этот порошок вылили, выпили. Потом говорит, через 24 часа второй выпили. Я говорю, в смысле второй? Там всего один был. Она говорит, как один? И мы смотрим на упаковку, там написано, что внутри две штуки, а мне продали только одну. И лекарство было очень-очень дорогое. И вы знаете, я никому не смогла доказать, что там внутри было только одно. Поэтому получилось очень длинно, но в любом случае, ребят, проверяйте, когда покупаете лекарственные средства. Все остальное к черту. Проверяйте. Вот, например, бабушка продолжила бы пользоваться этими каплями, а вообще после вскрытия ими можно пользоваться только на протяжении одного месяца. А хрен знает, сколько те капли в открытом состоянии лежали в аптеке. Я их заказывала, они в депо пили. В общем, не суть, ребят. Я надеюсь, что вы тоже будете хитрее и умнее. Учитесь на моих ошибках. Как говорится, дураки учатся на своих ошибках, а умные люди на чужих. Бабушка, как ты думаешь, мне поменяли или нет? Это тебе, бабушка. Раз. Раз. Это два. Новый офтан. Катахан. И бурганит. Ва. И бурганит. Полгана занять. Эй, дармак. А чё наху. По дороге заглянула в магазинчик, купила виноград. Нам, извиняюсь, ведра не было, пришлось взять такой объём. Надеюсь, пока что хватит. Бабушки Тархун о себе шоколадки. Смотри, какая акция была. Три шоколадки за три моната, прикинь. Я любитель акций. Я любитель акций. Когда я вижу товар на акции, ребят, вот я просто не могу пройти мимо. Это, наверное, какой-то вкус непонятный, который никому не нравится. Это надо было ведро покупать? Да. Так, и последнее. Я купила такие перчики. Эти не очень хорошие были, совсем чуток взяла. А тебе, дурачок, ничего не взяла, потому что не заслужил. Обувь сгрыз. Напердел. Ну, а с вами я вынуждена попрощаться. Ну, как вынуждена? На самом деле нет. Просто мне хочется с вами попрощаться, положить ногу на ногу и заняться своим любимым делом. Выбирать вещи. Выбирать вещи, которые я закажу. И, возможно, покажу вам. Но это не точно. Если вам интересно, что я урвала просто на скидках по смешным ценам, то обязательно пишите, если вам интересно. На этом все. Всех люблю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok